Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня я расскажу как настроить выгрузку сделок из битрикс24 в google таблице. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных битрикс24. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите, чтобы при каждой новой сделке она отправлялась в google таблице, выбираем действие загрузить сделки новые. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт битрикс24 к системе Apex Drive. Для начала необходимо выбрать тип установки вашего битрикс, облачная или коробочная версия, указать страну регистрации вашего битрикс, а также прописать домен портала. Для этого перейдем в битрикс24. Для начала необходимо установить приложение Apex Drive в ваш битрикс. После успешной установки приложения необходимо из адресной строки скопировать домен портала без дополнительных символов. На этом этапе вам необходимо указать логин и пароль пользователя битрикс24 с правами, которые необходимы для работы с выбранной сущностью, в данном случае со сделками. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем продолжить. На этом этапе вам необходимо отметить галочкой воронку продаж, из которой будут выгружаться данные по всем новым сделкам. Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. На этом этапе вы видите данные по одной из сделок. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом настройка источника данных битрикс24 успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Далее необходимо указать действие, добавить строчку. На этом этапе вам необходимо подключить ваши Google таблицы к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем продолжить. На этом этапе вам необходимо указать файл и лист, на которые будут передаваться данные из битрикс24 по всем новым сделкам. Теперь вы можете увидеть колонки Google таблицы. Если в первой колонке прописаны их названия, они подтянутся напротив каждой из них. Для того чтобы добавить переменную из битрикс24 в колонку Google таблицы, кликните в нее и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые переменные назначены в колонке Google таблицы, опускаемся вниз страницы и кликаем продолжить. Теперь вы видите данные, которые будут отправляться в Google таблицы при каждой новой сделке в битрикс24. Если вас что-то не устраивает, кликните редактировать и вернитесь на шаг назад. Для того чтобы проверить корректность настройки, кликните отправить тестовые данные в Google Sheets. После успешной отправки переходим в Google таблицы и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!